Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, что мне хочется сказать, то что вы уже задавали похожий вопрос, я совершенно точно помню такую историю, я совершенно точно помню такое развитие событий, вот. И мне хотелось бы знать, чем вас не устроили предыдущие ответы? Ну, вопрос в том числе и мой, потому что история та же самая, без изменений каких-то, да? И причина, по которой вы задаете повторно тот же самый вопрос, мне кажется, должна быть как-то раскрыта. Итак, я переехала в другую страну с парнем 3 года назад, но мы расстались после 10 лет отношений. И это травма для вас, травма, которую, по всей видимости, вы не прожили, потому что познакомились сразу с другим человеком. То есть, как это стало для вас реальным, то что вы расстаете с парнем, с которым были 10 лет в отношениях, и знакомитесь с другим человеком, да, и у вас с ним начинаются отношения. То есть, это вот, похоже, что вы просто сбежали от опыта расставания, сбежали от переживаний в новые отношения. После расставания вы находились в кризисе, и, соответственно, будучи в кризисе, вы вступили в отношения. Вот. Как это для вас стало возможно? Да? Каким образом? Он создавал хорошее впечатление о себе в начале, хотя уже были мелкие ссоры. Ну, во-первых, то, что вы пишете о впечатлении, это говорит о том, что вы обращаете больше внимания на внешнее. Да? То есть, ну, вот на впечатление как раз. И вас, что называется, не смущает факт наличия ссор. Хотя, в ссорах в том числе ответственны и вы. Здесь я бы рекомендовал изучить психологическую игру скандала, чтобы лучше понять. Решили жить вместе, пишите вы. Да? Что здесь смущает? Ну, лично меня смущает то, что вы пишете во множественном числе. То есть, вы пишете, что мы решили вместе жить. Кто мы? Нет, мы. Есть вы и он. И сколько вы до этого, в общем-то, были знакомы. Я переехал к нему, но отношения стали портиться. Опять же, здесь у меня такое чувство, что вы спешили переезжать. А то, что портятся отношения, ну, это, повторюсь, в том числе и ваша ответственность. Были очень сильные ссоры, которые могли длиться часами и днями. И ваш в этом, в клап, тоже есть. Его нужно увидеть. Иногда человек не давал мне спать сидеть, потому что изводил своей стеркой. Ну, а вы на это, судя по всему, реагировали так, что он получал то, что ему нужно. Да? То есть, вы реагировали чем? Вы реагировали чувством вины, очевидно. Вы реагировали какой-то, ну, заботой, возможно. Вы реагировали какой-то, ну, материнской позиции здесь. То есть, как-то вы реагировали, как. Моя попытка остановить ссору, когда она не переразглавла многочасовой конфликт, были безуспешны. А как вы пытались это делать? Зачем вы пытались это сделать? То есть, по большому счёту, речь идёт о чём? О том, что вы пытались человека поменять. То есть, если человек начал конфликт, или человек попал в аффект, в состояние аффекта, то, в общем-то, в общем-то, я бы сказал, что останавливать его нет смысла. Мне приходилось выходить из дома, чтобы его остановить. Ну, то есть, уже ответная, как бы, манипуляция. Но порой он даже бежал за мной, за моей машиной, и потом названивал и написал мне гигантское сообщение с угрозами и обвинениями. Здесь и далее хочется сказать, что, в общем-то, на мой взгляд, совершается преступление, которое называется преследование. Вы можете обратиться с этим в полицию. Почему вы этого не сделали? До сих пор для меня загадка. Дальше. Он утверждал, что я иностранка, которая использует его и подобрегает абьюзу, и он заявит на меня в полицию. Если я брошу его, тогда он меня выгонит из страны. Ну, помимо того, что здесь несколько нет логики. Если вы используете его и абьюзите, то вы не будете его бросать. Если вы его бросили, то вы его не используете и не абьюзите. То есть, в этой фразе есть противоречия. Так же, вы почему-то, получается, что боитесь, что вас выгонят из страны? Придумывалось, что я избиваю его. Ну, вот здесь вы жалуетесь. То есть, это позиция жертвы. То есть, треугольник Карпмана вот тоже желательно бы вам изучить просто, чтобы понять, в каком положении вы находитесь. Он так меня доводил, что я действительно его толкнула и сделала больно, чтобы он отстал, но я не била его. Что здесь? Здесь чувство вины и здесь прикладывание ответственности. Он так меня доводил, что я его толкнула. Но ведь вы позволяли ему себя доводить, правильно, почему-то, из какого-то чувства. То есть, вот, в принципе, не совсем понятно, что вас связывает, да? Вы не говорите о том, что вы любите его, вы не говорите о том, что вы его уважаете, что вы его цените, что вам импонирует его интерес и прочее. Ничего этого нет. Не совсем понятно, что вас связывает друг с другом, в принципе, что вас связывает, понимаете? То есть такое ощущение, что вы хотели просто вот как-то отвлечься что-ли, хотели как-то переключиться что-ли. Ну вот вы отвлеклись и переключили. Дальше. Специально оскорблял меня, обвинял в том, чтобы спровоцировать мои крики и агрессию. Опять же. Что вы здесь делаете? Вы здесь прикладываете ответственность на него. Мол, это ты виноват, что спровоцировал мой крики и агрессию? Нет, ваш крики и агрессия – это ваша ответственность. Записывал это на камеру и диктофон, из-за этого держал меня долгое время в страхе, в то же время периодически говоря, что как-бы как меня любят и жить без меня не может. Извинялся. Да, то есть вы пишете, держал меня в страхе. Снова. Страх-то ваш. Человек здесь ни при чем. Страх ваш. Понимаете? А вы жалуетесь на него. Вы демонизируете его. Дальше. Так. К слову, человек вообще не работал, свалил все обязанности на меня. А вы приняли. Вы позволили свалить. Понимаете? У вас весь текст. Весь текст. Про него. Практически. Но не про вас. Он потратился в свое сопряжение, мне пришлось обеспечивать его, нести ответственность за себя, его и его собаку. Пришлось. Пришлось. Пришлось слово. Да? То есть я не хочу, но я этим, получается, что пренебрегаю и я жертвую собой. Вот. Дальше. Я говорил ему, что так быть не должно, нужно браться себя в руки и работать. Но вы ему не надо. И слова бесполезны. Поучение тоже. Вот просто подумайте, подумайте, как звучит эта фраза. Так быть не должно, нужно браться себя в руки. Но так уже есть. То есть что происходит? Вы игнорируете объективную реальность. Надо брать ответственность за свою жизнь, а не плакать и надеяться на меня. Ну, понимаете, с учетом того, что вы ответственности за свою жизнь, вы ответственность за свою жизнь не берете, я не думаю, что конкретно и конкретно от вас по отношению к мужчине эта фраза звучит как-то убедительно. На самом деле я сейчас скажу страшную вещь, но мужчина более ответственен конкретно за свою жизнь, чем вы. Потому что он как раз то, что хочет, делает, и то, чего не хочет, не делает. И он ни перед чем не останавливается. Да, здесь есть свои нюансы, но он более ответственность за свою жизнь, чем вы. Вот. А вы просто говорите вот, что нужно брать ответственность за свою жизнь, а сами. Сами вы ее берете, когда вы постоянно говорите, что «мне приходится, он держал меня в драке». Это же не про личную ответственность. Далее. Он это сделал, что физически болен и не может. А вот к чему вы это написали? Я очень долго пытался ему помочь, дала ему время чтобы начать действовать. Здесь позиция спасителя. Изучите треугольник Карпана. Предупредил я заранее, но нет возможности в чужой стране тащить все на себе. Эти предупреждения абсолютно не имеют никакого значения, если вы не совершаете поступки. Мне нужно строить карьеру и развиваться, налаживать связи. Возможно. Только, скорее всего, вам это не настолько интересно. Так, таков само прочим, он ревновал меня ко всем, даже к моим друзьям из Москвы, а в Америке строить контакты мне не давало. Вновь, перекладывание ответственности на другого человека. Так, когда я сказала, что уезжаем на расстоянии, мне нужно через манипуляции типа истерик, слез, угроз с Суданом. И как вы на это отреагировали? Последнее, что произошло. Соседка вызвала полицию, но я до этого успел выйти из дома. На следующий день я съехал от него, хотя оплатил весь месяц аренды. Но мне стало ясно, что он не даст мне жить там спокойно до конца месяца, и съехать, как мы с ним договаривались изначально. Не очень понял смысл этого предложения, но полагаю, что здесь вы сворщили действительно личностный посылок, и вы молодец. Только есть один нюанс. Дело в том, что вы до этого приучили человека к тому, что вы находитесь в его власти. Так, я съехала, и было временное затишье. Решила поехать проверить его. Зачем? Ну то есть вот буквально зачем? Из какого чувства вы это решили сделать? Вот. Тогда он снова начал давить на жалость, но до коня естественно, потому что вы судя по всему и поехали к нему изжаловаться. То есть как бы... Говоря, что у него нет денег, ему нечем кормить собаку, плохо себя чувствуешь. Вот я ездил к нему пару раз, покупал еду, лекарства, сигареты, корм и даже давал денег. Теперь понимаю, что это была моя ошибка. Смотрите. Дело немножечко не в этом, не в ошибке. Дело в том, что вы, вот по крайней мере, по вашему тексту, как будто бы совершенно не отдаете себя черт в том, что с вами происходит. Вы говорите временное затишье, и вот такое чувство, что вам стало скучно. Вам, вот как бы это смешно не звучало, но вам как будто бы стало скучно в этом временном затишье, и вы решили, что... Ну, как бы... Что не хватает какого-то адреналина. Понимаете? То есть вот вы ехали, наступило затишье, и вы решили его проверить. Еще раз повторю свой вопрос. Буквально, зачем? Не в смысле того, что вы не должны этого делать. Нет. А в смысле того, из как... Из чего вы так поступили? Как вы к этому пришли? Дальше. Так как договор о аренде на квартиру был, на него же зэка была против, чтобы я... Я жила там. Но я оплачивала квартиру. Вот помните, вы говорили... Вы писали, точнее, что решили жить вместе. Вот как это происходило? Почему при решении жить вместе, кварти... Значит... Ну, как вы пишите... Договор о аренде на него, оплата на... То есть вы, судя по всему, не учитываете свои интересы. Судя по всему, вы их не защищаете. Когда я съехал, хозяйка прислала ему письмо, что он должен съехать из квартиры за неуплату очень большого шума, который я устраиваю. Не очень понятно. Не очень понятно, во-первых, хронология. То есть хозяйка, что ждала, пока вы съедете, чтобы прислать ему письмо. Дальше. Ну, логично, что если большой шум устраиваете вы, то вы съехали. Всё. Раз там больше нет. То есть странно. Да, значит, тогда он начал обвинять меня, а в этом и снова угрожает полиция. Но я перестал на это отвечать. А из какого числа вы перестали отвечать? Вот что изменилось? Что изменилось? Он никогда не убирал квартиру... Значит... Так... А это вы к чему написали, что он не убирал квартиру, загрязнял её? К чему вы это написали? Когда я отказался брать мусор на кухне и сказал, что в его очередь это делать, он скинул всю посуду мусор на пол. Эм... Вот по времени, когда это было, да? И... Опять же, для чего вы это написали? Так, эм... На пол, да? Потом, когда я съехал, он начал написать, что мне надо прийти убрать мусор и забрать свою мебель. Опять же, к чему вы это написали? Дальше. Меня настолько задолбало персонаж, что видеть его больше не хотел. Ммм... Ну вот... С одной стороны, я верю, что у вас появляется отращение. С другой стороны, есть у меня ощущение, что вас к нему всё равно тянет. Если вы не заметили, всё... Весь ваш текст только о нём. То есть он вам интереснее, чем вы сами. Я пытался ему туда объяснить и дать понять не понять, но это было бесполезно и я предстал ему отвечать на сообщение. А сейчас вы пытаетесь людям объяснять там. Ну вообще. Я заблокировал его везде. Тогда он начал создавать десятки новых номеров и аккаунтов, чтобы не писать обвинения и требования. Это правонарушение. Тут надо в поли... В полицию. Сейчас я ему не отвечаю три недели. Блокирую все его номера и аккаунты. Каждый он пишет. Странный бред. Как его обидели и бросились. Я очень плохая. Мне нужно помочь ему убрать мусор и забрать мебель. Деньги, видимо, он уже все потратил. Начал мне писать, что должна приехать и вернуть ему все подарки, что он мне подарил. Мои подарки, видимо, он решил оставить себе. Ну да... Это очевидно. Он говорит мне, что все это был заговор. Наш не план, но он не удался. Ну не очень понятно, чей план, чей план. И даже зачем-то начал писать бывшим в комментариях на странице. Дальше писал людям у меня в аккаунте. Так, я каждый день нахожусь в тревоге и есть чувство, что меня проследуют пытаются испортить на жизнь. Да, с одной стороны вам нужна полиция, с другой стороны вам нужно работать в тревоге. Потому что тревога это реакция на угрозы, на которые вы не можете реагировать. Как-то. Дальше. Каждый день пишет всякую мерзость и бред, который вообще не имеет ничего общего с реальностью. Да, только вас это задевает. Чего-то вы боитесь. В течение месяца мне приходится это терпеть. Нет, ну вы не должны это терпеть. И вы можете этого не терпеть. Вам достаточно обратиться в органы и достаточно, как бы, в общем-то, просто, ну, изменить, допустим, свои данные. Если вы хотите скрыться. Ну вот, я понятия не имею, что делать. Ну вот, почему-то такие вот простейшие варианты, которые я предложил именно полиция, смена ваших контактов и работа с тревогой, вами не рассматриваются. Это простейший вариант. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от пиявки. Никак. Человек манипулирует вами. И он будет манипулировать, пока у него есть такая возможность. Пока у него есть надежда, что вы ответите. Поэтому это, это работа с личными границами. Это работа с личными границами. Есть какие-то способы, как справляться с такими навязчивыми, неадократными людьми. Да. Чуткие личные границы. Почему вообще он так себя ведет? Что это? Психолог не может отвечать и говорить утре этих лицах. Я уже понял, что он вам интереснее, чем вы сами. И это является психологической проблемой. Я такого еще не встречал на письме с разных номеров. Пишет моим близким. Пишет в комментариях. Пишет на почту. Я не отвечаю ему уже почти месяц. Я удивляюсь, что он пока еще не вычиснул мой адрес и не стучит в дверь. Знаете, почему я засмеялся? Я засмеялся потому, что мне показалось, что вы этого хотите. Выходить, чтобы он стучал. Не понимаете. Вот что самое такое. Продоксальное. Здесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Субтитры делал DimaTorzok.